Всем привет! Сегодня отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в инстаграм. Мы с вами договаривались, что я сниму блог «Вопрос-ответ». Заранее извиняюсь за посторонние звуки, это посудомойка работает, и плюс еще стиральная машина работает. Я записала все ваши вопросы на листочек, потому что я снимаю на телефон. У нас нет нормальной камеры, и мне она вообще не нравится, и поэтому я снимаю на телефон. Ну, я все записала. Видите, самые такие частые вопросы, и на которые я меньше всего отвечала в инстаграм. Поехали! Значит, вопрос, самый популярный вопрос, который я получаю в последнее время, это беременна ли я? Нет, ребята, я не беременна. Все, ответила я на этот вопрос вам лично, чтобы вы с моих уст это услышали. Я не беременна. Дальше. Во сколько обошелся отдых на море? Я не знаю, какой вы имеете в виду, потому что мы два раза летали на море, сначала в Сочи, потом в Новосвет, это Крым. Второй раз обошелся, я даже честно не помню, но что-то около 300 тысяч, по-моему. Дорого обошелся, в Крым летать очень дорого. Очень дорого. Можно было слетать за границу, но с этой пандемией, непонятной вот этой ситуацией в стране, мы предпочли полететь в Крым. Ну, мы не пожалели, очень красивое место, прям нам все очень понравилось. Дальше. Как воспитываете дочек строго или мягкая мама? Сложный вопрос, никогда на него не отвечала в Инстаграм, потому что здесь, знаете, такое какое-то мнение расходится у всех, в том числе у меня. Мне кажется, что строго. Дети говорят, что меня боятся больше всего, да, больше, чем папа, больше, чем Ваню, то есть, что я самая такая строгая. Но все остальные говорят, что я слишком мягкая, слишком добрая, что надо еще жестче, еще строже. Поэтому не знаю. Мне кажется, что 50-50. Где-то строго, где-то мягко. Могу там накричать, но потом меня что-то изнутри грызет, и я через полчаса иду уже просить прощения. И в каких-то моментах очень строго. Тут же был вопрос какой-то про Алену. Сейчас скажу. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Потеряла вопрос. Так, вот. Какие отношения со старшей дочерью похожи, что она закомплексованный подросток? Во-первых, я не понимаю, откуда вообще вы это увидели, ну, кто написал этот вопрос. Потому что я Алену показываю крайне редко. И второй вопрос встречный. С каких это пор закомплексованный, ой, скромный ребенок, это и есть закомплексованный ребенок. То, что она скромная, то, что она там лишний раз, я ее не снимаю. То, что она там где-то тихая, скромная, еще раз повторюсь, это не значит, что она закомплексованная. Да, все подростки где-то чуть-чуть закомплексованные, но это та малость, которая, не знаю, вообще никак не относится к полному этому термину закомплексованный подросток. Нет, я не согласна, это не так. Может, вы со стороны это увидели, но это не так. Так, дальше, и тут же вопрос, какие у вас отношения со старшей дочерью? Это обычные отношения. Я родила ее в 20 лет, следовательно, мы практически на одной волне. Сейчас я даже уже отстаю от нее где-то. Обычные отношения, самые обычные, не знаю, как у мамы с дочкой. Тут же вопрос был еще про подружек. Мама с дочкой должны быть подружками или не стоит переступать эту черту? Я не очень поняла вопрос, что значит переступать эту черту. То есть это же не какая-то такая, это знаете, черта, что прям это опасно или еще что-то. Ну, не знаю, там по ситуации надо смотреть. Есть девочки как ежики, есть наоборот такие открытые. Мне-то надо смотреть по своему ребенку. Подружка ли я со своей дочерью, да, тоже сложно сказать. Где-то да, где-то нет, где-то на одной волне, где-то не на одной волне. То есть, ну, это жизнь. Это очень сложно отвечать на такие вопросы. Дальше. Что подарил Ваня вам на Новый год? На Новый год Ваня мне подарил часы, шестерка. Маленькие, как я хотела, красные, потому что у меня красный телефон. То есть, а на день рождения подарил сережки с бриллиантами, такие, как я прям хотела. То есть, он знал, что я хочу, поэтому ему было легко угадать. Дальше. Мама с нами встречала Новый год. Вот, мама с нами немножко посидела и потом пошла к друзьям. Так, дальше. Почему ушли из детского сада и снова вернулись? Я уже в каком-то влоге, в предыдущем, рассказывала, почему я ушла из детского сада. Я бы никогда не ушла из детского сада. Во-первых, я там очень хорошо зарабатывала. Я работала на двух ставках. Мне это очень нравилось. Я получала тогда по 65 тысяч на то время. Мне очень нравилось. Но пришел приказ, и мне сказали, что одну ставку у меня забирают. А я на то время уже взяла ипотеку. У меня уже шла стройка. И я же рассчитала, как бы, платеж, да. И если бы я осталась на одной ставке, я бы просто не потянула эту ипотеку. А я хотела ее закрыть еще быстрее. Там не 20 лет платить, а прям вот в считанные года. И вот, и тут мне просто совершенно случайно предложили работу в семье за 5-7 тысяч в сутки платили там по ситуации. И, конечно, я пошла. И за счет этой работы, да, я очень быстро погасила ипотеку. То есть, так бы я не пошла, конечно, в семью. Но хотя я вам еще раз говорю, у меня, я рада, что этот опыт я получила. И что вообще вот так все закончилось. Почему вернулась? Думала, не буду возвращаться. Но какая-то ломка что-ли была. Прям тянула туда. Прям вот хотелось туда, обратно. Потому что, ну, это моя стихия. Тут уже, знаете, плюс у меня образование именно по этой специальности. Поэтому как-то так. Дальше. Вы планируете дальше жить со свекровью, да, планирую. Нас все устраивает, все замечательно. Мы никуда не собираемся переезжать. И вообще никто не собирается переезжать. Я вообще не знаю, что бы я без нее делала. Я когда на работе, я знаю, что мои дети накормлены, что покушать есть, что уроки сделаны. То есть, мне вообще в плане свекрови везет. У меня и первая свекровь была хорошая. Мы с ней до сих пор общаемся. Мы можем позвонить друг другу, побалдать. Она сейчас звонила, поздравляла меня с днем рождения. То есть, в этом плане все отлично. А чего воевать-то? Не понимаю. Не знаю. Не вижу смысла. Поэтому все прекрасно. Никуда уезжать никто не собирается. Дальше. Почему Ваня не берет девочек? Почему не общается? Ну, вы прекрасно все знаете, что и почему. Но он общается. Он с Настей созванивается. Он недавно брал ее. Вот сейчас в декабре брал ее. И ее подружку. Они ездили в аквапарк. Там где-то магнитики тоже опять висят. То есть, нет. Он общается. Все хорошо в этом плане. Единственное, что когда-то они не хотят. Когда-то он не может. Потому что он может в 6 утра пойти на работу. В 2 ночи вернуться. А туда ехать тоже, знаете, неближний свет. Там пробки по 2-3 часа. Поэтому нет. Он общается. Все нормально. Он ходил. Кто в Инстаграм за мной следит. Катюшку поздравлял с днем рождения. Он вчера ездил на Новый год. Отвез им подарки. Поэтому в этом плане все хорошо. Какой у вас рост? 166 сантиметров. Какие блюда готовите в повседневной жизни? Обычное мясо. Мясо много готовим. Мы со мной мясо. Потому что, Ваня, курицы как-то так. Ну и курицу готовим. Не знаю. Все готовим. Сложно сказать. Были ли у вас комплексы из-за внешности? Как справились? Как справились? Не знаю. Не было комплексов. Господи, я же не какой-то там, не знаю, чудовище. Грубо говоря. Нет, комплексов никогда не было. Если бы у меня были комплексы, слушайте, пошел да сделал, не знаю, пластику. Не знаю. Сейчас 21 век, вообще все доступно. Иди доделай, не хочу. То есть, я к этому как-то, знаете, у меня нет такого, что о, сделал пластику, как это плохо. Нет, кто хочет, идет и делает. Вот и все. Я принимаю себя такой, какая я есть. Мои родные, близкие, друзья принимают меня такой, какая я есть. Ну нет, не было. Вот так отвечу. А у вас получается копить деньги? Раньше, да. Раньше я так копила деньги. Это просто. Вот все мои друзья, кто меня знает, они знали, что у Юли всегда там где-то пачечка денег лежит. Как только я взяла ипотеку, я же сначала купила одну квартиру, потом я купила комнату на Петроградке, и потом я уже на Комендантском проспекте вложилась в стройку. И там уже никак не покопишь, понимаете? Смысл копить деньги, если ты должен банку. Ну нет смысла. Поэтому все, что у меня оставалось, лишние деньги или еще что-то, я просто все несла в банк. Вот просто все им отдавала. И по 150 тысяч в месяц, и по 200 тысяч в месяц. То есть я прям все несла в банк. А дальше. Кем работаете в детском саду? Воспитатель. Так, дальше. Как девочки называют свекровь? В основном называют бабушку Таню. У них очень теплые отношения, они ее очень любят. Ее вообще невозможно не любить. В этом плане как бы все хорошо. Как делите кухню со свекровью? Меня этот вопрос вообще убил. В смысле как делим? Ну берем линейку, знаете, и чертим там, отмеряем сантиметры. И как не делим? Не знаю. Мы вообще как-то дружно в этом плане. Мы даже... Кто-то написал вопрос, какие у вас традиции в семье? Вы тоже в этой новой семье. Мы даже кушаем всегда все вместе, да? У нас большой стол. Мы не садимся ужинать, пока все не собираются. Все ждем, все садятся. И мы вот час где-то ужинаем, обсуждаем, что произошло за день. Какие-то новости друг другу рассказываем. То есть мы не делим кухню, господи. Если она приготовила, круто. Кстати, где-то здесь есть вопрос. Сразу на него отвечу, пока он в тему. Кто чаще готовит? Сейчас чаще готовит свекровь. Это просто сто процентов. Потому что я то на работе, то еще где-то. И поэтому чаще готовит она. Спасибо ей за это. Это тоже, знаете, как выручают. Очень круто. Дальше. Так, 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 так. Вы такая стройная, как удается держать себя в форме. Ну, во-первых, это генетика. Я вам сразу могу сказать, что мне просто, мне кажется, не дано растолстеть. Во-вторых, я изначально всегда мало ела. То есть я мало ем, я очень быстро наедаюсь. Что еще? Ну, периодически там детоксы делаю. Но это больше для очищения организма. То есть это не для похудения. Хожу пешком. Люблю ходить пешком. С Ваней постоянно по этому поводу ругаемся. Он хочет отвезти меня на работу. А я говорю, нет, я хочу пойти пешком. Я хочу пройтись, прогуляться. Хоть в 6 утра, хоть, не знаю, в 10 вечера. То есть мне нравится ходить пешком. Скажем так, завести свой организм. Ну, плюс мы ходим с Ваней в X-Fit, в бассейн. Сейчас будем ходить практически каждый день на тренировки. У нас абонемент куплен на год. Что еще делаем? Да, все в принципе. Ну, я говорю, у меня по генетике не дано быть толстой. Скажем так. Так, отец девочек тоже завел семью. Ну, я не буду рассказывать ничего про их отца. Если он когда-нибудь захочет, да, он сам расскажет. Зачем я буду лезть туда? Там все хорошо. Мы общаемся. Сейчас, кстати, кто за мной наблюдает в Инстаграме тоже. Они улетели к папе. То есть они 2-го числа улетели. И все новогодние каникулы они будут с папой, с бабушкой, с дедушкой. То есть у нас в этом плане все отлично. Я не хочу, чтобы мои дети вообще знали какие-то взрослые проблемы. Чтобы они страдали там из-за нас. То есть нет. Вы мою позицию все прекрасно знаете. Расскажите о своем уходе за волосами и кожей лица. По поводу волос. Что хочу сказать по поводу волос. Я перестала их осветлять. То есть кто меня знает, да по старым фотографиям видно, что я всю жизнь была блондинкой. Мне идет этот свет. Я обожала вообще быть блондинкой. Мне очень нравилось. Но мои волосы в один момент просто вот прям отвалились. Прям в прямом смысле слова они отвалились. И поэтому я перестала их красить. Перестала вообще ходить в салон. И плюс у меня волос очень густой, очень толстый. У меня 5-7 тысяч всегда берут в салоне. То есть мне как-то стало жалко денег, что ли, скажем так. И что? Я просто дома корни подкрашиваю. Кокосовое молочко, репейное масло, масочки всякие. И все. И они у меня как бы получаются не жженые, а живые. По поводу лица. За кожей не ухаживаю никак. Иногда дневной крем ночной. И все. То есть я и косметикой-то практически не пользуюсь. Я могу накраситься там раз в месяц, может. Я практически всегда хожу без косметики. Спасибо фильтрам в инстаграме. Они очень выручают. Так. Как мы познакомились с мужем? Тоже миллион раз уже это все обсуждалось. С мужем мы познакомились на работе. Где-то полгода мы работали вообще никак друг друга не замечая. А потом, 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 потом у меня в январе случился пожар. Он уже жил один. Я уже знала об этом, что он жил один. Но мы тогда с ним особо так не общались. То есть мы даже ни разу не позвонили друг другу. То есть как-то такое было нейтральное, что ли, отношение. А потом в конце января где-то так. Короче, помню, что это был январь. Я со своими дочками пошла. Получается, в Маус Хаус. Это мое любимое место. Там ресторан хороший. Ну, вообще классное место. Я вам рекомендую. Вот. Мы пошли туда. И он как раз своих девчонок брал. И он мне говорит, типа, ну, посоветуй, куда сходить. И я говорю, о, типа, подтягивайся к нам. Мы тут. Им тут очень понравится. Тебе понравится. Типа, ну, все классно. Ну, и все. И как-то вот мы так один раз сходили. Потом на месяц опять тишина была. Потом сходили в батутный центр. И потом в марте, не знаю, так сошлись звезды. Что мы решили, что мы созданы друг для друга, скажем так. Ну, такая история. Дальше. Какая зарплата у воспитателя в Санкт-Петербурге? Стоит ли туда идти? Я тоже в Инстаграм рассказывала. Смотрите, у воспитателя зарплата может быть 20 тысяч, а может быть 60 и 70 тысяч. Это зависит от образования, да, высшее оно или не высшее. Это зависит от категории. Очень много воспитателей без категории. Есть первая категория и есть высшая категория, да. Чтобы получить высшую категорию, это надо пахать, пахать, пахать. Везде участвовать, побеждать. То есть это надо там аттестацию проходить. Сложно, сразу говорю. Это нелегко. И поэтому многие воспитатели работают без высшей категории. Я эту категорию получила, очень быстро получила. Я очень много где участвовала, побеждала. У меня очень много побед. И плюс у меня высшее образование, плюс стаж. Поэтому у меня достойная зарплата. У меня, например, коллега получает прям в разы меньше. Поэтому, ну, сложно сказать, какая конкретно зарплата в Санкт-Петербурге. Так, что самое сложное в вашей работе? Самое сложное, это общение с родителями. То есть есть такие родители, знаете, которые приходят там. Ай, мне некогда, пожалуйста, научите моего ребенка читать. Я вот хочу, чтобы он в 4 года читал. То есть вы же воспитатель, вот и делайте, что хотите. Ну, естественно, мы отвечаем, как надо отвечать. Или, ну, короче, там ситуация просто море. Это можно, знаете, целый влог на тему, на эту тему посвятить. Поэтому я не буду затрагивать сегодня. Так, общается ли ваш бывший муж с детьми? Я уже ответила, да, общаются. Какие есть традиции? Ну, какие у вас есть семейные традиции? Вот я вам говорила, что это ужинаем всегда все вместе, собираемся за столом. То есть большую часть времени мы проводим на кухне. Мы сейчас сюда хотим телевизор повесить. То есть, а так, да нет, наверное, больше никаких традиций. Были ли у вас проблемы при покупке жилья? При покупке жилья? Да нет. А какие там проблемы? Там же все за тебя риелтор делает. Деньги плати и все. Нет, проблем не было. Ну, в плане только денег, если что. Где-то, да, было и на первоначальный взнос не хватало. Где-то и то, и то. Ну, как-то справилась. Так. Ну и все. А, какие под... А, еще одна там девушка мне написала. Почему это вы своей дочке дарите золото, телефоны там, еще что-то? А Ваняным игрушки, платья и что-то вроде того. Я вообще не очень понимаю, что кто-то мне в комментариях объяснит, почему я, я мама, своего ребенка, зарабатываю деньги, не могу дарить своему ребенку телефоны, золото и все такое. Я захочу машину ей завтра подарю, квартиру. Это мой ребенок. Я мама. Я мама. Имею право дарить ей, что хочу. Вы прежде чем пишете такие вопросы, вы немножко, чуть-чуть, ну чуть-чуть думаете головой вообще. Вы просто представьте эту ситуацию. Такой бред просто, я не знаю. И по поводу новогодних подарков тоже. То, что я вам выкладываю, это ж не я одна дарю, да? Не Ваня там один дарит. У нас очень много друзей, очень много родственников, которые просто задаривают их подарками. Поэтому не надо, знаете, с какой-то там другой колокольни на все это смотреть. Ваня съездил, поздравил девчонок. В этом плане все хорошо. Они сами ему говорили, что они хотят. С его слов они были в восторге. Прямо там какие-то им в их теме наклейки, шоперы. Насте для телефона там что-то. Я просто не помню уже. Кате игрушки, как всегда. То есть, ну сладости, понятное дело. То есть, ну, вот так как-то. Не знаю, очень много вопросов у вас одних и тех же, на которые я миллион раз отвечала. И те, кто уже их слушал, им просто, ну, просто неинтересно уже. Надоело это все одно и то же, одно и то же. Я периодически буду просто вот так вот на самые частые вопросы отвечать. Еще кто-то спрашивал, во сколько нам обошлась свадьба. Тоже я где-то писала. Двести с лишним тысяч, по-моему. Где-то я писала это. Все. Давайте на этой минуте я закончу сегодня. Свои ответы, скажем так, на вопросы. Еще раз хочу поздравить вас с Новым Годом. Чтобы у вас исполнились все ваши мечты, все ваши желания, которые вы загадали в эту новогоднюю ночь. Еще раз мира и добра. Вашим семьям, вам и вообще всем-всем-всем. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok